итак здравствуйте уважаемые зрители в сегодняшнем видео я вам расскажу о девеселиво сока как всегда в начале видео я вам вкратце опишу это растение затем мы посмотрим его химический состав ну и также узнаем где он нашел свое применение в научной и народной медицине также посмотрим противопоказания и если вспомню что-нибудь интересное то вам обязательно расскажу итак девеселиво соки относится к семейству астровых имеет он высоту до двух метров иногда даже доходит до двух с половиной метров цветы у него как видите такого желтого или оранжевого цвета цветет девесел во второй половине лета обычно с конца июня и до сентября очень распространенное растение известное практически по всему миру встретить его можно в европе в азии и даже в африке странах африки вот растение является также очень влаголюбивым поэтому произрастает оно обычно по берегам рек или на лужайках в лесу лекарственные свойства девесела высокого были известны еще в древней руси считалось что растение способно придавать девять сил кстати говорят что именно поэтому она получила такое название девесел то есть ну и давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим какие же еще названия имеется в девеселам и так еще девесел называют аман высокий дикий подсолнечник или девяти сил растение действительно напоминает подсолнух как видите можно спутать даже и так посмотрим теперь состав девяти сила состав входит инулин кстати до сорока четырех процентов затем богат девесел на полисахариды входит его состав смолы сапонины кометь эфирное масло состав которого входят такие вещества как сексвитерпены отвечающие за специфический запах девесела также алантол проазулен и токоферол известны еще также как витамин е итак перейдем к следующему слайду и поговорим немного о заготовке девесела как же его сушить собирают обычно девесил в конце осени с лечебной целью используется только корни и корневища но иногда в некоторых случаях используют также листья растения которые используются для примочек так вот корни и корневища заготавливают поздней осенью либо ранней весной что примечательно лекарственную ценность то есть наивысшая лекарственная ценность имеет корни которым уже от трех лет то есть можно использовать конечно и двугодичные корни годовалые но желательно чтобы корнем было минимум три года вот после того как корень выкопали его очищают от грязи промывают под холодной проточной водой режут на отрезки длиной приблизительно 10 сантиметров затем разрезают вдоль на две четыре части около двух трех дней корни и корневища вялят на воздухе то есть и затем уже сушат либо в сушилках либо на в тени то есть на открытом воздухе защищенным от солнца помещение некоторые даже советуют сушить девесил в течение всей зимы таким вот очень медленным медленным способом и когда таким образом девесил высыхает уже практически весной то срок его хранения значительно увеличивается вот обычно корень и весила хранится до трех лет после чего следует заготавливать новый ну и давайте посмотрим теперь применение девесила в народной медицине народами если не он нашел довольно таки широкий спектр применения его используют при различных заболеваниях желудка и кишечника при радикулите острых остеохондрозе и артрите помогает он от кашля и также при других заболеваниях легких например бронхите вот далее мы видим что он также помогает при туберкулезе легких конечно же извести не весил как общеукрепляющие или тонизирующие средства нормализует он также обмен веществ в организме вот наружно его применяют при опухолях и язвах это я вам говорил при мочке из листьев свежих обычно вот и еще довольно успешно его применяют при гипертонии в родной медицине и давайте теперь посмотрим применение девесилового сокола в научной медицине в научной медицине он конечно нашел не такое широкое применение как в народной но все же его применяют как отхаркивающее при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в принципе как и в народной медицине но и также еще известен в научной медицине как хорошие ночегонные средства итак но и посмотрим некоторые противопоказания которые имеются у девесилового сокола не следует его употреблять людям заболеваниями сердца и почек также с гастритом с пониженной кислотностью и не рекомендуют его употреблять во время беременности так но и дальше я вам расскажу один рецепт приготовления отвара из этого растения этот отвар применяют как общее укрепляющее средство и готовится он следующим образом берется 1 чайная ложка измельченных корней девесила заливается 200 миллилитрами холодной воды затем доводит все это до кипения и кипятят в течение 15-20 минут после чего отвар процеживают добавляют немного кипятка чтобы вновь вышло 200 миллилитров и затем настаивают в течение одного-двух часов после чего применяют по одной столовой ложке три раза в день до еды вот и еще я вам не сказал о применении девесила рассказал я вам не все его целебные свойства такой девесил еще применяют в болгарии довольно там это известное растение практически почти как женщине в китае наверно так вот в болгарии девесил применяют также при сердцебиениях головокружении эпилепсии и также при спазме сосудов головного мозга не следует также забывать что растение является токсичным и способно вызывать вызывать отравление если вы конечно принимать больших дозных поэтому следует следить за дозировкой и будете здоровы но на этом все всем спасибо за внимание всем пока